Моя родина Сибирь необъятна велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так ягодка Малахи, ты платья Так, первое, что ножа, я бы сыроватка Значит, так получилось, что одна из моих подруг, так скажем Есть женщины, к которым я отношусь, как подруга Она так долго не могла решиться, где покупать Нет, не так, две такие дамы Одна все-таки купила нож Олега сыроватка А вторая еще не решила Она мне прислала несколько фотографий с интернета А там реклама именно этих самых Швейцарский нож, якобы немецкий нож Памяти нет Одно, дело так А в одно единственное я умолял Ради бога, пока вы не Не Поддержите этот нож Вы не будете знать до последнего момента Уплатив деньги, несколько тысяч рублей Вы не будете знать До тех пор, пока к вам не придет посылка И вы откройте и посмотрите Режет он ветки Или только хлеб Вот И если бы не тот случай Еще раз Я провожу в Москве семинар Вот если меня слышит Реблик Александр Ильич Участник моих семинаров Да Вот Проказаться семинар Берем стол Я сажусь за него Приготовил десяток веток Нарезанных тут же в этом Во дворе Вот И говорю Помните я вам На предпоследнем занятии Что я вам сказал Все, кто хочет учиться Привать Приносите с собой ножи Человек 20 Протягивает Мне ножи 19 Двусторонних заточек Только хлеб Резать И все А один только был настоящий Вот И после этого И она говорит Ну пожалуйста А там был даже Нож очень похожий на хороший И написанного в аннотации Односторонняя заточка И она говорит Ну давайте этот куплю Понимаете Ну давайте этот куплю Я говорю Не буду Вы хотите Чтобы я на себя ответственность взял Это вам решать Я сказал Количество обманов Превосходит Чем количество правдивых Вариантов Понимаете В каком я Оказании А здесь он Что Сыроватка Это самую На две стороны Заточен Нет Конечно Вот его Ножи Хорошие изделия Вот эти вот Как они называются Как я их называю Станочек Для заточки Я пишу Я вынужден Почему Сейчас вы поймете Это После Савельевич Еще одна тема У нас Полно талантов Извинить за выражение Стране не нужны Понимаете Если бы Олег Сыроватка Подписываем себе Но он сам никогда Да это и невозможно Сказки про Этот самый Про бизнес Про то что Он Все там Занимаетесь Бизнесом Государства Вот Если бы Олег Сыроватка Знаю что Импортные ножи Вот смотрите Этот стоит Сейчас уже вообще Искали эту фирму Уже не нашли Вот тогда стоил Пять тысяч Это сколько лет прошло Десять Двенадцать Он уже пять тысяч стоил Вот Так вот смотрите Если бы Олег Сыроватка Кто-то бы сказал Ты нужен стране Открываешь мастерскую Вот Берешь беспроцентный кредит Если наладишь производство Человек десять людей Ты Так сказать Трудоустроишь Вот Эти самые Специальный металл Для ножей Твердый Твердый Мы тебя Все обеспечим Ты главное Штампуй их Штампуй Чтобы как можно больше людей Научилось Прививать Вы знаете Если бы не случилось Этот случай Мне рассказывал Царство Небеса Боддер Борис Ось Ой нет Извините Броски Мне рассказывал Так Что он мне рассказал На Дальнем Востоке Китайцы Скупали Всю продукцию А тогда их было много Очень много Было Плодопитомников Не наше место Им нахрен не надо Ничего было Уже тогда Помните Спирт Рояль Миллионы Мужиков Отправил Сразу в могилу Помните Нет Может это Специальная акция Была Зачем нам Эти Самые Люди Плющие Но работящие Так вот Они скупали 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 Привозя Китай Раздавали людям Чтобы у них Зубы не сыпались Посадите Саженцы Вырастите Яблони Груши Абрикосы Сливы Тогда Дальний Восток Был лидером Помните Хакайся Могла стать Лидером Но здесь Тоже Никому Нахрен не Ногу Вот Китайцы Раздавали Людям Купленные В России Саженцы Чтобы Они Имели Сады Чтобы Они Ели Фрукты И чтобы У них Не сыпали Зубы Вы думаете Бородский Это сам Придумал Или Ему Нельзя Мерить Так Вот Если Бо Это Еще Можно Было Чтобы Он Не Перебивался Вот Так Вот Летом Пчелы Зимой На Станке Работать 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 И Вот Сейчас За Три Месяца Ну Наверное За Три За Два Два Нажал У него Купили С моей Помощи Так И Все И Много Прибавится С этих Самых Садов Если Двадцати Ножей 19 Было Обманом Москве А Я Предупреждал Про Двустороннюю Заточку А Москвичи Уже Для Этого Накупили Так Вот Уникальный Механик Олег Сараватка Представляет Свой ролик О процессе Изготовления Преочных Ножей Для Праворуких Леворуких Садоводов Он Даже Право Девшей Не Забыл Вот Его Телефон Хотите Закануться Через Меня Хотите Напрямую Вот У него Зимой Времени Побольше Поговорите Прикиньте Вот И так далее Вы думаете Я закончил Разговор Я Про Многих Уникальных Садоводов Рассказывал В своей Жизни А Про Сараватка Еще Не Закончил Я Вот Его Продукция Меня Такое Зло Взяло Я Неделю Назад Смотрю Константин Это Я Стоит На Рынке Вот Это Самое Это Было Сделано После Все Было Так же Только Не Было Ценника Вот Ну Что Берут Нет Не Берут Я Говорю Повесь Ценник Тогда Хотя Видно Будет Сколько Стоит Тогда У Тебя Это А Большинство Язык Не Повар Это Я Всем Говорю Мой Совет Делайте Ценники Потому Что Человек Проходит Не Каждый Спросит И Уже Видят Что Чуть Не Умоляют Купите А Ему То Ли Денег Нет И Не Каждый Спросит А Когда Идет Мимо И Видит Прекрасные Яблоки Цену Видит 200 Рублей Килограм Ну Тут Не Капля Травы Это Сибирские Это Вам Не Тут А Рядом Магазин Командор Примерно В 30 Метрах От Него За Его Спиной А Там Пожалуйста Покупайте Все Стоя 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 Я Цифры Не знаю Скрывает Их Не Скрывает Мне Надоело Хоронить И Надоело Узнавать Сколько Народов Скончалось Сколько Умирает А Это Не В этом Ли Причина В этих Супермаркетах Одна Можно Отравиться Нет И Вот Он Ценники Повесил Еще День Поторговал Присыл Фотографию Говорит Ни Хрена Не Покупай А Ведь Это Слоб Нет Он Не Только Уникальный Механик Он Садовод Уникальный Так Осталось 25 Минут Мне Нужно Три Минуты Надо Как Помедленнее Я Знаю Когда Медленно Засыпает А Когда Я Быстро Говорю Людей У себя Голова Болит Вот Попробуй Найти Золотую Середину Вот У меня Вот Это Вот Вот Это Вот Я Готовлю В зиме Я Собрался У меня Допустим Статей Вот Таких Вот Моих Сейчас Вот Таких Вот Статей Порядка 300 Это Те Которые Я Только Отложил Были Которые Как То Не Очень Как Сказать Смотрятся А Те Которые Появцы Поддержку Пологих Холмов Опять Железов Видите Я Все Это Собрался Вам Рассказать То Есть Если Буду Жив Хватит Ли Зимы Значит Мне Нужно Будет Озвучить А Сейчас Вы Знаете Все Даже Дети Только Ушами Читать Никто Не Будет Остаются Уши Я Должен Вот Это Все Озвучить Еще У меня Есть Огромный Материал Как Не Надо Он Огромен Как Не Надо Потому Что Если Люди Узнают От Меня Как Не Надо А Кажется Что Ничего Больше Делать И Не Надо И Сяд Будет Ездить Как На Праздник Вот И Тогда Я Что Сделал Начинаю Помаленечку А Это Просто Пример Первая Которая Мне Попалась Я Просто Взял Сфотографировал И Смотрим Смотрим Что Здесь Написано Когда Я Начинаю Читать У меня Сердце Тает Отказ От Подготовки Посадочной Ямы И Что Вы Думаете У 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 Трава Не Знаешь Бедная Почва И Растет Густо Густо Такая Красивая Я Четыре Раза Залят Кашу Каждый Покос Прибавляет Плодородие Еще раз Сейчас Поймете Чем я Клоню Я уже Говорил об этом Но Говорил в кене То есть Я стою В саду Только Покос Прошел Так Вот И там Густая Зеленая Масса Так Я Конечно Никуда Не убираю Я не Дурак Вот Это Не Мое Это Дерево Но Когда Я Скосил Там Она Допустим Мне Ну По колено Почти По колено Да И вот Я скосил Эту Жирную Траву Почва Вроде Бедная У меня Супесь Вот Что Удивляло Всегда Почему Так Плохо Овощи Растут Когда Сорняки Растут Будь здоров И вот Они Растут Я Скосил И этим Я дал Свободу Миллионам Семян Которая Пока Трава Была Не Скошена Которая Не давала Им Вырасти Невозможно И вдруг Раз И кашу Практически Заподлицо Земля Чуть Чуть Наклонил Этот Самый Тремер И Практически Чуть Чуть Не Черная Земля И Она Ура И вот Уже Скосил В мае И вот Уже В июне Надо Косить Снова Масса Вот Она Густая Зеленая Масса Я ее Скосил В июне Опять И Последний В сентябре Опять Так Так Она Расла Как В природе Вот Сколько Есть Только Есть Я бы Яблоки Забрал Груши Забрал Сливы Забрал Естественно Почва Обесценивается Даже Если Не перекапывать Почву Даже Если Дерн Целенький А когда Я Даю Свободу После Каждого Покоса Новая Масса Вырастает Я Скосил Скосил У меня Получается Я прекратил Десятки лет Как я Не удобряю Ничем Ну Иногда Жменька Золы Иногда И все Ну Пропадать же Добро Рассыпаешь И все По периметру Крон А так Больше Ничего Не делаешь А плодородие Не кончается Это я считаю Тоже Это да Тут надо Лицензию Мне надо Это сертификат Что Железов Сделал Еще одно Открытие У меня И кто И сколько Вот Почему нет Что кошение Или пусть хотя бы Жель по столу Кошение Регулярной Травы Повышает Плодородие Почвы Не перекопка А кошение Вот пожалуйста Теперь читаем Отказ От подготовки Посадочной ямы Ура И вот дальше Пишут Чернозем Зачем нам яма Молодец Умница Кто там Автор Умница А дальше На бедных Почвах Яма Необходима Ну вот опять Наша песня Хороша Начинать Сначала На бедных Почвах Мичурин Из богатой Почвы Перевезел На бедную Потому что Это Россия 90% В России Это те самые 60% Покрыто Этим Как оно Называется Вечно Мерзлотой 90% Россия Это где Ни черта Не растет Если там Не делать Этот зимний сад С отоплением Мичурин Замучился Перенес Жирную Почву На бедную Потому что У него Погибали Сады А вы что Вы советуете На бедную Почву Выкопать Большую Яму Дальше Идет Все Это Дальше Идет Это Как Готовить Эту яму Жирную Вместе Тут даже Упоминается Навоз Ну то есть Для чего Это он писал Да потому что Целая страница Значит Получит Свои Сребрянники Уплотнение Стенок Вот представляете Если стенки Вот так Стесать Они будут Плотные И через Них Не пойдет Корешки Вот Препятствия встретил А надо чтобы Семки была Рыхлая Тогда пойдет Зачихали Корни На вашу Что вы там Делаете Не делаете Выкопать Большую яму А стесать Так чтобы Корни Ух Они оказываются Держать будут Как они Держать Еще Прибавили Это Себе Этих Как-то Сребрянников То есть Больше Гонорар Будет Несение Большого Колеса Навоза Пропускаю Минеральные Удобрения Пропускаю Вот А вот Последний Пункт Подготовка Непосредственно Перед Посадкой Ява Вот Вот Сначала Будет Рыхлый Со временем Так Хуй Зачем Будет Рыхлый Со временем Сядет При этом Потянуть За собой Саженец Он окажется В углублении Что Может Спровоцировать Подоплевание Корни Вроде бы Нормально Написал Подоплевание Именно Поэтому Правильно Будет Готовить Посадочную Яву Заранее Тоже Верно Все Казалось Было Дальше Берется И вот Это Вот Если Ты Садовод Если Ты Садовод Ты Как Посадил Где у тебя Холма Ты не знаешь Понятия Холма Провалится Она Или нет Ты говорил Говорил Писал Писал А Твое Саженец Провалится Ты Ему Сделал Стамп Ты Отрезал Не меньше Десяток Веток Именно Грушу Ты Только Посадил Она У тебя Уже Дохнет Все Она Уже Не Желез Посмотрите На это Дерево Несчастное Искалеченное А Знаете Почему А Потому Что Этот Специалист Он Просто Не Умеет Ничего Не Знает Не Умеет А Вот Это Вот Такие Банальные Советы Обтесать Стенки Ямы Чтобы Туда Иначе Корни Туда Не Смогут Воткнуться Ага Сейчас Вот Пожалуйста Это Если Что Так Это Еще Самая Такая Безобидная Баргузин Кладовой Ягодный Питомник Знаете Почему Я Белого Чем Опять Елена Александровна Что Это Такое Елена Александровна Ну Куда Без Вас Я Просовинись Итак Она Делает Прекрасный Фильм Под Музыку Я Не Могу Ему Показать Чтобы Вы Увидели Красноярский Пипинчик Увидели Под Прекрасную Музыку Ну Нельзя Вот Именно На Вебинарах Нельзя Включать Видео Иначе Труба Вебинаров Ну Не Буду Тогда Верьте Мне На Слово Что Музыка Прекрасная Взрослая Прекрасная Дерево Пипинчика Я Так Уважаю Пипинчика Вот Прекрасная Вещь Так Вот Все Хорошо И Когда Я Высказал Своё Мнение На Своём Канале Канал Содоводства По Железу На Ватсапе Тут же Мне Кто-то Из вас Сказал А Я Ещё Сказал Это Такая Редкость Это Такая Редкость Вообще Все Исчезает Сами Знаете А Вот После Звериной Технологии Из-за Кромсания Деревь И Вдруг Человек Со Мнение Ну Как Он Не То Что Спорт Посмотрите Да Распространением Этой Самой Этой Этой Самой Этой Сейчас Покажу Вот Видите И что Здесь Написано Яблоня Полу Кутерка Пипинчик Костяшки Все Правильно Распространяет Все Есть А теперь Заникает Вопрос А Можно ли Доверять Этому Самому Я Не Говорю Что Они Обманывают Но Я И Не Обязан Верить А Настоящий В них Пипинчик А Теперь Смотрим Сюда Мне Прислал Человек Не Поленился Почему Ты Прислал Фотографию Где Упоминается Пипинчик И Вот Эту Фотографию Вот Ну Что То Меня Это Старого Волка На Метении Не Провидел Я Эту Фотографию За Свою Жизнь Комментировал Раз Десять Что Я Вижу Что Значит Что В этом Питомнике Наверное Это Их Фотография Наверное Они Сделали В своем Питомнике Но Даже Если Это Была По Их Это Не Их То Получается Напрашивается Подозрение А Чем Они Торгуют Я Вот Расключу Этот Самый Краснодарский Пипич Пожалуйста Покупайте А он Настоящий Или Нет Вот Эта Фотография У них На Сайте Вот Мне Прислали Что Я Вижу Смотрите Я Беру Крупный План Она Везде Мелькает Это Не Фотография Просто Они Ее Присвоили Но Они Ее Присвоили Так Что Вроде Бы Я Специально Это Студентам Надо Читать Чувствую Студентам Закончить Институт Чтобы Их Во-первых Не Задурили Когда Закончили Институт И поступят Действительно По профессии Когда То Они Должны Идти По Профессии Сейчас Бумажки Им Не Нужны Только Так Как Этот Говорил Киса Надувайте Щеки Диплом Всем Вот Там Все В Этих В университете Мирилен Александровна Красным диплом Закончил Единственное По профессии Работает Да И Ее Это Уже Точно Не Надуришь Да И Вот Смотрите Я Беру Захожу Сюда В интернет Найти Легко Сейчас Вместе Искать Видели Я Комментировал То есть Теперь Итак Этот Шедевр Над Я Десяток Яблон Десяток Есть Раз Два Три Четыре Пять Шесть Сем Восем Десять Яблон Двенадцать Так Слева Еще Пять Яблон Заметь Это Целый Сад Потом Еще Две Справа Еще Одна Яблоня Яблоко Еще Одно Это Что И Нахрена Вы Это Предлагаете А еще Фотографию Украли А что Вы людям Предложите А Это Считается Колновидное И Тогда Я Решил Так Как Надо Учить Студентов Потому Что Студенты Будут Попадаться Попадаться И Попадаться Поехали Фото Коло Дальше Мы уже Не продолжим Фото Колновидных Яблон Вот Смотрим Найдем Ли Мы Ее Именно Эту Фотографию Найдем Не открывается А Что Нам Делать А Почему Не Открывается Найдем Ну Ну Что Мы Это Все Равно Колновидное Яблони Давайте Тут Здесь Труднее Найти Фотографию Яблони показал, вы бы сосуде попалили. Почему она не открывается? А, открылась в другом месте. Я ее перехитрил. На том сайте там была сразу, то есть она была одна из, я себе сейчас как-то комментировать начал, но сегодня это не наша задача комментировать. Комментировать, комментировать. Ладно. Опять не сюда. Опять не сюда. Опять не сюда. Какая красота. А в стране их нету. А в стране их нету. Это только половина нарисована. Этинические экземпляры во всю страну. Или как здесь. Чистый обман. Видели, как рисовать умеет? У кого глаз набит? Четыре, четыре, четыре. Поняли? Респондорили четыре груши с четырем грушем. И наконец получили полновидную яблоню. Сколько людей купилось на это? Если брать за все годы миллионы. Да, жалко, что я не нашел эту фотографию там, где я хотел найти. Вот. Почему-то перестало открываться. Почему-то перестало открываться. Ну давайте еще здесь посмотрим. Знаете, почему еще так упорно? Я хотел показать, что самая вшивая из всех фотографий была присвоена. Но вывод делаю, к сожалению, не показав все это. Вот. Она была присвоена сотне плодопитомников. Как идеал. Когда на десяти яблонях висело двадцать плодов. И уже никогда больше висеть не будет. Испортило мне вот это то, что она куда-то исчезла. А знаете, что я заметил, ребята? Это не первый раз. Я так же делал, готовился. А именно фотография, на которую я нажимал, почему, не знаю. Почему она потом исчезает из этого сайта или как это назвать, из этой страницы. Вот. Я просто в шоке. Каждый раз одно и то же. Как будто кто-то мне мешает, правда рассказывает людям. Ну ладно. Допустим, выберем одну из самых популярных. Ну, например, тогда вот те, которые чаще всего воруют. Вот. Вот. Найти изображение в Яндексе. Ну, давайте смотреть. Я выбрал эффектную фотографию. Видели? Видели? В общем, вы поняли. Фотография эффектная. И ее от Севастополя продают по 1000 рублей. А она одна фотография на сотню сайтов. И так практически все они такие и есть. Вот. Все они такие и есть. И получается все вот эти фотографии, они это, разворованные этими. Сколько людей обманули? А кто об этом знает? Так. Ладно. С этой темой мы почти закончили. Вы поняли. Да. Если здесь вот эту подрядку. Жалко я это. И стоило только нажать на нее и все. Она исчезала. Вот. Почему так? Я не знаю. А знаете почему? Когда я нажимаю похожее, это воспринимается программой как знак, что хочет разоблачить. Вот оно что. И я тебе раз. Вот сейчас я им покажу. Вот это дурацкая фотография. Дурацкая, потому что это практически абсолютно негодный никуда сад. Искалечено все. Вот смотрите. Как, 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 как. Смотрите. Вы видели как слева? Смотрите, все искалечено. Здесь столько полезных веток с яблоками отрезано. И яблоки начинают умирать. Вот это. Вот. Она дала 4, 5, 6 яблок. И никогда уже больше не дат. Вот это подлость. И я теперь, наконец-то я догадался. Раз я нажал, чтобы разоблачить. Именно эта и взяла исчезла. Вот этой фотографии теперь в том списке нет. Ну давайте на него еще раз сюда посмотрим. Вот. Итак. А там знаете, я еще хотел показать, как они хитрили. Там сотня повторов. В сотня, да? Сейчас. Хоть так что ты будешь делать? У меня тут маленькая настройка сбилась. Да. У меня сбилась настолько. Ну слава Богу, мы будем заканчивать. Ага. Ну хотя бы так. Ладно. Ага. Ага. Так вот. Наконец-то я заодно, пусть задним умом, но дошел. Я нажимал на эту фотографию, чтобы доказать, что она повторилась в сотнях сайтов. Значит, из них одна принадлежит автору, а 99 ее украли. Чтобы показать, какие замечательные коловидные яблони. А если пригресса, они делали так. Вот здесь отрезались. Из этой сотни 30 или 40 вот так отрезали. И уже вот это, рядом вот этого урода, вот этого шести яблок уже видно не было. А потом смотришь, это яблони урод с правой стороны. То есть вот так. Все хотел я поиздеваться, но не дали мне. Значит, программа хитрее. Значит, кто-то хочет, чтобы мы не знали правду. Ну что, мы заканчиваем разговор. Это я вам показывал. Вот. Тема огромная, потому что опять, опять учат отрезать, вырезать раны с этим, с комедию. Вот. Ошиба настолько огромная, что почему молчит вся эта профессорская академическая общественность. И что вообще похеру, что ли, вот, что у нас в стране миллионы человек знают, что появилась капля смолы, а значит, что идет процесс заживления раны, надо сделать вот такой вот. Ну, при Сталине тебя будут... Я даже уверен, что стоило бы мне вякнуть при Сталине, да? Мне бы поверили эти же самые... Ну, кому полагается, потому что тогда же это было строго с этим. Я бы сказал, человек призывает уничтожить миллионы деревьев. Причем с гарантией. Знаете как? Раз он комедию вырезал с такой дикой раной, страшной, невероятной раной, что это вредитель. Он бы уже лес бы пилил, уже бы не растил бы сады, а пилил бы лес в Сибири. Поняли? Что было бы? А здесь, пожалуйста, Роман Константинов, пожалуйста. Ты сбежал из сумасшедшего дома, что ли? Это вылечил, называется, от комедии. А я не могу успокоиться, и все. Пересаживал без ориентации по сторонам изначального роста, но до первой зимы. Вот смотрите, сейчас все поймете. Человек посмотрел мой фильм. Там, значит, делаем, ну вы же знаете, поэтому коротко, делаем пятнышко. Оно и две роли. А вдруг он не в горшках саженец, с голыми корнями, и это пятнышко делается на границе земля-воздух. Чтобы его не закопать, а значит не заглубить корневую шейку и основание штампа. Тогда она будет гнить и короткий век. Многие не знают, они могут неделю-две, а бывает все песчаная земля, она не так реагирует. Вот. Саженец может пять-десять лет прожить, а потом еще дохнуть. А причину уже никто не знает, она десять лет назад была прикопана. А если дожди, а если гнилистая почва, если сугренок, тогда просто-напросто три года всего проживет. И опять не догадается. Поэтому я придумал пятнышко. Но если взять сто миллионов саженцев, которые появляются на рынке каждый год, включая плодопитомники официальные, узаконенные, настоящие, с сертификатами, но нигде, никогда, ни в одном этом нет этого, ни в гости, ни в этих ТУ, нигде нет, что делайте пятнышки. Что людям надо помогать хотя бы, чтобы, ну и выкопал ты его, ну посадите, смотрел на юг, посадите стороной на юг. Возвращаемся в школьную программу. А это школьная программа. Идете вы по лесу, заблудились, ну нашли вы места лесоповала. Подошли, у нас кругом пилят, поэтому заблудился, ты быстрее найдешь этот самый, не лесоповала, а лесозаготовки, чем найдешь свой город, село, дача. Не, лесозаготовки кругом пилят тайком, знаете что, вот, хорошо пилят. И вот вы нашли пень, посмотрели, где север, а вот здесь вот, в правом нижнем углу, вот тут север. Дураку понятно, а почему, а человек этот не понял. Он пишет, что пятнышки не делал, пересаживал без ориентации, вот, до первой зимы. Ну ведь, до первой зимы, ну и Саренцев, это самое, он уже как, ну вот смотрите, весной посадил. К осени еще зимы не было. И вот такой красоты еще не будет долго, много лет. Но, все равно, его все лето обжигало солнце с одной стороны. А бывает теневая сторона. Зимой еще не пережил. И почему бы, уже бы, не сделать ему пятнышко. А вот он пишет, хорошо принималось, росло. Да, без зимы, но ведь, согласитесь, что большинство саженцев, наверное, их 90%, которым два и более лет. Вы на рынке видели, где эти однолетние саженцы? Однолетние саженцы, кажется, маленькие, там, они по пояс, там, по грудь, вот. А их стараются, чтобы они были большие, дорогие, им уже два-три года как минимум. Они уже пережимовали и зимы, 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 зимы. Тогда тем более. Вот. И вот, когда человек, допустим, если бы он был более, ну как бы, объективен, он бы написал. Железов прав. И даже учитывает уже пятнышко, что с юга уже обжигало, зимы еще не было. Так? Все-таки хорошо бы сделать пятнышко. Ну, я не делаю. Я ленивый. Или считаю, что это для меня не так важно. Вот. А то все хорошо, значит, кто-то подумает. А на хрен мне делать пятно? Вот же человек, видите? У него хорошо поднималось, и стану я бегать, искать что-нибудь. Причем краска, надо смываться. А вот и не краска, чтобы это, не портить кору. Вот. Вот. Но пятно имеет еще вторую роль. Ну, уж если ты собираешься выкапывать, нету у тебя этого самого горшка, где уже четко видно границы землевозу. Не обязательно это обозначать. А тут, получается, корни голые. Уж если ты делаешь пятнышко, где корневая шейка, ну, будь добр, сделай ее, чтобы еще и... Какая-то ориентация была. Пятнышко с юга, посади на юг. Вот. Ну, а дальше в ходе мы это проходили как? Где мох, там север. Вот. Большая-большая глупость. Не те мы сегодня, сегодня. Крупнейший садовод России. Он никак крупнейший садовод. Потому что я не видел его сада. Вот. Но человек, который... Столько у него этих самых регалий. Ой. Если бы он на нашей стороне был бы, тогда точно бы вся наша команда этих... Сибиряков-садоводов Красноярского края оказалась в Москве. Вот. Вот. Но, к сожалению, моему большому сожалению, вот, он взял нож и два дня назад на телеканале начал скоблить решальники. Здоровенное дерево, чтобы его скоблить все больное, несчастное дерево. Вот. Ноживает свой век. И он, давай его скоблить. Ох. Господи. Господи. А потом все-таки он пожалел. Не пожалел. Нет. Он не стал жалеть бедных садоводов, которые увидят в своем саду больные деревья и начнут скоблить. Стирать с них шкуру, так скажем, да. Пытку делать. Вот. Он еще их даже где-то пожалел. Да. Вот когда у человека целый сад, тяжело ему придется. Вот. А сказать, что решайник, это он перешел в стадию уже не врага, не поедателя той же коры. Нет. Вот. Он симбионт. Это часть дерева. Вот. Она садится только на мертвую, потому что дерево стареется. И вот оно уже старое. Даже если не калечить. Приходит последний этот период жизни, когда она покрывается мхом, решайником, грибами. Это неизбежно. И делать еще одну дурную работу. И это крупнейший специалист, самый раскрученный в России. Мне так стыдно за него было. Вот. Вот. Это значит, что и в институтах, и в университетах. Вот. То же самое. И научат. И... Ай. 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 Ранее я рассказывал о работе железа по селекционному клонированию культурных плодовых растений с целью повышения растекости. А точнее будет сказать... Господи, ребята, я вас пожалею. Это очень серьезная вещь. Очень. Вот. Я боюсь. Время заканчивается. Все устали. Как обидно. Мичурина не хватило ни сил, ни времени. Он правильно пишет. Мичурина сказался от этого метода, не стал разрабатывать методику ввиду дефицита времени. А Левизов стал разрабатывать методику. Я просто это самое продлил его насыщение метра. Вот. И... Ну, конечно, лет через сто тоже попаду в историю, как и Мичурина. Но... Нынешнее поколение этого не знает пока никто. Ну, Савинич, что он сможет сделать? Я еще напоследок оставался в минуту скажу. Какая перспектива у Савинича? Сейчас последнее. Это я, кстати, пример привел. Не нужны мы. Не нужны, не нужны. Потому что методика есть. Вот. Можно быстро-быстро вырастить миллионы садов. Вот. И причем быстро-быстро. Но этого никто делать не будет. Я что хочу сказать. Вот. Сейчас... Есть у нас комиссия по борьбе с женаукой. Я туда тоже чуть не попал. Вот. Это вся лженаука. И спасение людей на дорогах. Делать это самое, допустим... Ой, сейчас долго перечислять. Обида страшная. Комиссия женаукой, она настолько дремучая. А она... Вот. Комиссия по борьбе с женаукой. Все, что я рассказал выше, это есть женаука. Практически все, что я сказал, это есть женаука. А она с ними не борется. Она для них, наоборот, родная. Вот. Они даже не знают, чем женаука от науки отличается. Вот. И я понимаю так. Отстали мы от всего мира. У нас никто талантов не ищет. Я не знаю, как там в науке... Нет, не в науке, допустим, музыке. Какие-то люди пробиваются талантом, потому что там особый слух нужен. Голос. Сейчас... Да и то же самое. Вы видели, сколько людей не попадает на эстраду только потому, что они... Это... Кто-то не лег под кого-то. Ну, поняли. Вот. Это все есть. А в науке хуже всего получилось. Особенно в сельхознауке. Получилось то, что трудно себе представить. А сейчас бы... Вот сделали бы особую комиссию. И эта комиссия бы ездила по стране. Ведь как получилось? Смотрите. Я в Сибири. Я... 100, 200, 300... Уже было статей, да? Еще не было интернета. Мне звонят с Москвы. Мы, говорит, мы телеканал Культура. Московский. Мы хотим к вам приехать, съемки сделать. Я говорю, а откуда вы прям... Я растерялся. В то время это такое чудо. Как же так? Я же это... Откуда вы прям меня узнали? А, да-да, кстати. Меня же печатало и это... Три крупнейших издания. Европейских, да. То есть, чего удивляться-то? Вот. Ну, то есть, уже тогда наоборот еще. Хотя бы, пока не похоронила вот это своим количеством интернет. Где все мои работы были похоронены. Ну, просто к процентам отношений они стали мелочью. А тогда приехали. Вот это был пример. А если бы какие-то... Ну, все-таки приехали, съемки-то сделали. Я такой счастливый был. Когда... Чтобы меня заметили в Москве. Да еще центральный телеканал. Вот. А я о другом. Представим себе, что комиссия, которая будет искать уникальных людей. Ага, с садами плохо. Они об этом знают? Сейчас все знают. Ну, допустим, этот самый... Лукашенко тоже заступился за своих садоводов. Берите земли. Все. Я вам деньги все даю. У нас такого нет. А представим себе, что кто-то начал бы копать поглубже. И вдруг выяснилось. Железов старше это уникальная коллекция сортов, которые они имеют аналога в России. Стоит на это? А откуда они взялись? Наверное, он что-то умеет. Наверное, у него позади такая жизнь. Может, уже не за металлургию он... Орден у меня за металлургию. Орден трудовой славы. Наверное, уже и за это давно орден заработал. Раз. Дали орден. Привлекли внимание. Дальше спросили. А давайте, где ваши таланты? А я им 10-15 фамилий. Понимаете? И каждый на заметку. И каждому это. Кому деньги. Кому, значит, землю. Кому квартиру. Чтобы... Это... Так-так, чтобы уговорить переехать. Я говорю, Лена Александровна. Дочка. Я все равно верю, что при своей жизни увижу, когда тебя заберут в Москву. Ну и тысячекратная польза может быть. Или ведущие телеканала, когда не 100, не 200, не 500 человек, а 100 миллионов увидят тебя. И не просто тебя увидят. А увидят, как надо все это делать. Вот от тебя польза будет. Или дадут. Или дадут тебе этот самый... Тебе разве... Ну, в качестве одного из лидеров. Не только... Этим-то не возьмут. Директором. Или директором. Но кто-то же должен уже всю страну учить. Вот. А она говорит, а я не поеду. Я говорю, ага, давай, давай. Конечно, не поедешь, потому что никто тебе не предложит. Но если бы предложили бы, я бы сам бы тебя это... Руки бы связал, билет купил. Нанял двух мордоворотов и отвез бы на вокзал. И посадил бы самолет, чтобы ты не могла вернуться. Вот. И ехала бы с клубом это. Потому что кто-то должен же. Все. Высказался. Нам нужно, чтобы кто-то начался искать таланты. Таланты есть. Я... Только в Саиногорске есть люди, которые могут такие сады выращивать. И в Красноярске есть. А в Москве извините. Покажите. Если я не прав. Все. 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 Боюсь вот эту тему открывать. Ну, а дальше все как обычно. Уничтожим муравьем. Вот. Я вынужден об этом. Время, трем не возвращаться. Я все на Украинский перехожу. С Гнозду съехал. А? Сад без муравьев. На них нашла управа. Да еще каким этим самым садизмом это все делается. Ну, все. Закончили вы. В наше время стекло. Вот. После той публикации мне не купили ни одной косточки из тех, которые я рекламировал. Так бывает. Значит, все это в пустую говорю. Но будем продолжать. Впереди зима.